Привет любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хокке и сегодня делаем обзор четвертого матча Динамо Москва ЦСКА. Погнали! Этот матч отлично начался для Динамо и на 34 секунде Оскар Линдберг с передачей Вячеслава Войнова вывел Динамовца вперед. Отличная шайба и старт от Динамо. Затем уже на восьмой минуте Станислав Галиев удвоил преимущество Динамо. Он был самым расторопным и самым первым на добивании. На десятой минуте Вадим Шипачев забросил третью шайбу и казалось бы уже все, Динамо не остановить, они начинают легендарный камбэк. Вадим Шипачев до конца добрался на пятаке и забил эту шайбу. Но уже на девятнадцатой минуте Андрей Светлаков отыграл одну шайбу. Давайте посмотрим как это было. Александр Еременко просто был не готов к этому броску. Плавно переходим во второй период и на тридцать первой минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. И тут уже казалось то, что ЦСКА сделает этот камбэк. Ситуация для Динамо патовая. Они горят 3-0 в серии и матч явно уходит из их рук. Так на сорок второй минуте Павел Корнаухов сравнял счет 3-3. На пятьдесят третьей минуте после ошибки динамовского защитника убегает один на один Сергей Плотников и выводит свою команду вперед 4-3. На пятьдесят пятой минуте становится все еще хуже. Даррен Дитс укрепил преимущество армейцев и делает это прекрасным щелчком. Счет 5-3. Окончательную точку в матче ставит Никита Нестеров. После прекрасного щелчка у Динамо Москвы нет шансов победить. Обидное поражение 4-0 в серии от ЦСКА. Но в любом случае хотелось бы сказать московскому Динамо спасибо за этот прекрасный сезон. Вот такой получился матч, ну а если тебе понравилось не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал. Увидимся в следующих сериях, пока!